На этой неделе одновременно и на разных концах планеты открылись два международных автосалона. И по распределению новостей видны приоритеты производителей. Калифорния – важнейший для западных марок электромобильный регион. Поэтому на мотор-шоу в Лос-Анджелесе пожаловали купе-образный паркетник Audi e-tron Sportback и первый электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E. Но очередной Mercedes Maybach большой кроссовер GLS отправился на автосалон в китайский Гуанчжоу. А первый паркетник от Aston Martin и вовсе дебютировал в Пекине. Тем временем в России объявлены цены на новое поколение седана Hyundai Sonata. Российская автомобильная федерация контролирует весь автоспорт в России. Трофи-рейды, этапы Формулы-1, гонки грузовиков, картинг и, конечно, ретро-ралли. Удалось удачно провести две серии для классических автомобилей. Это трофей RAV многоэтапный и Кубок RAV, более старшая серия. Соревнования Кубка RAV проходят в Москве, Петербурге, Туле, Калуге, Ярославле, Великом Новгороде и Екатеринбурге. В прошлом году на старт выходили 54 экипажа, в этом 69. И это очень отрадно, потому что мы в Российской Автомобиле Федерации не только за спорт, но и за сохранение исторического нашего наследия. Обычно суть ретро-ралли – проехать маршрут заданной скоростью и пересечь колесами финиш с точностью до сотой доли секунды. Но в разных странах свои традиции. У нас это больше ориентирование, в Италии это больше точность, а во Франции, в Португалии это больше скорость. В нашем ретро-автоспорте нужно очень много чего уметь, очень быстро соображать, мгновенно принимать решения, быть суперстрасоустойчивыми и много-много других факторов. Европейцы уважают автомобили в заводском, нетронутом виде. Для таких существуют специальные номера, налоговые и страховые привилегии. В российских законах пока нет термина «классический автомобиль», но над таким ГОСТом работает Росстандарт совместно с Автомобильной Федерацией. Там заложена балльная система, то что касается автомобиля. И если автомобиль набирает более 100 штрафных баллов, то он не может быть признан классическим. Если ГОСТ примут, то старые машины с оригинальными кузовами, агрегатами и интерьером смогут получать специальные паспорта классического транспортного средства. По замыслу официальные статусы номера позволят получить у государства разнообразные привилегии. Но это дело будущего. В России официально представлена Toyota RAV4 четвертого поколения. Дилеры начали продажи и проводят мероприятия для клиентов. Напомним, что в моторной гамме теперь нет дизеля, а бензиновых версий две. У младшей шестиступенчатая механика или вариатор, у старшей восьмидиапазонный автомат. Кроме того, новая платформа позволила снизить центр тяжести и увеличить жесткость кузова и клиренс до 195 мм. Выбирать предложено из четырех комплектаций, причем базовая переднеприводная версия по сравнению с прошлым поколением подорожала на 140 тысяч рублей. До конца нынешнего года в шоурумы российских дилеров Toyota поступит еще одна новинка – кроссовер CHR, переживший рестайлинг. Мы немножечко пересмотрим комплектации, мы откорректируем внешность и сделаем его чуть-чуть похожим на RAV4. Ну и новые цвета, новые опции. Силовые агрегаты, вероятно, не изменятся. Сейчас кроссовер оснащают моторами 1.2 или 2 литра, шестиступенчатой механикой или вариатором, передним или полным приводом. Астон Мартин рассекретил свой первый кроссовер DBX. Как и у спорткаров марки, кузовные панели выполнены из алюминия и композитов. Ручки дверей утоплены, а двери лишены рамок. Весь силовой агрегат будет поставлять немецкий даймлер. Это 4-литровый битурбомотор V8, 9-ступенчатый автомат и раздаточная коробка. Однако платформа Астон Мартина собственная, унифицированная со спортивными моделями. Отсюда и огромная по меркам класса колесная база. В подвеске адаптивные амортизаторы и трехкамерные пневмобаллоны. Активные стабилизаторы запитаны от отдельной 48-вольтовой электросистемы. Поставки стартуют следующим летом. Российским миллионерам выделена квота из 83 экземпляров. И половина из них владельцев уже нашли. На автосалоне в Лос-Анджелесе Ауди представила купе-образную версию электрического кроссовера E-Tron. Пониженная крыша улучшила аэродинамику, но инженеры изъяли 20 мм пространства для задних пассажиров и уменьшили задний багажник на 45 литров. По сравнению с обычным E-Tron запас хода вырос на 35 км. Но куда интереснее оптика. E-Tron Sportback первым в мире нашел серийное применение матричным фаром с микрозеркалами. Технология называется DMD и уже используется в видеопроекторах. В ее основе чип с миллионом микрозеркал размером в сотые доли миллиметра. С помощью электростатических полей каждое микрозеркало наклоняется до 5000 раз в секунду. Светодиодный свет либо направляется через линзы на дорогу, либо поглощается, чтобы убрать из светового пучка отдельные области. Технически Sportback полностью повторяет исходный E-Tron и тоже предлагает две версии с индексами 50 и 55. Старшая выделяется не только номинальной мощностью и более емкой батареей, но и режимом овербуста, который позволяет на 8 секунд нарастить отдачу до 408 лошадиных сил и ускорить разгон до сотни еще на секунду. Продажи купеобразных E-Tron стартуют весной, но предварительные заказы в Европе начнут принимать в ближайшие дни. Первый электрический кроссовер Ford'а выйдет на рынок под названием Mustang Mach-E. Присвоив культовое имя электромобилю, Ford подчеркивает значимость события. К тому же оригинальный Ford Mustang отмечает в этом году 55-летие. Пони-кар первого поколения дебютировал 17 апреля 1964 года. Впрочем, кроссовер не воспроизводит Mustang буквально, а лишь вдохновлен им. В дизайне есть отсылки к знаменитому предку, но салон гораздо больше напоминает электромобили другой американской марки – Теслы. В основе новинки лежит платформа GE2, которая представляет собой глубоко переработанную архитектуру четвертого фокуса. У новоиспеченного Mustang будут две заднеприводные модификации – одна попроще, вторая помощнее и с более емкой батареей. Спроектированы и три полноприводных варианта – более мощные, но с теми же батареями. Запас хода варьируется от 420 до 600 километров, а разгон до сотни занимает от 8 до 3,5 секунд. Цена электрокроссовера уже объявлена, но базовая комплектация выйдет не скоро, а первой в продажу попадет лимитированная версия First Edition, которая под занавес следующего года отправится к дилерам из США, Европы и Китая. Mercedes-Benz решил дополнить линейку моделей Maybach роскошным кроссовером, но если седан Mercedes-Benz отличается от обычного S-класса удлиненным кузовом и проемом дверей, то кроссовер GLS превратился в Maybach по упрощенной схеме. Кузов тут вообще не изменился, а внешние отличия сводятся к обильному хромированному декору. Новый Maybach скроен под китайские вкусы. Хромом отделана решетка радиатора, мелкая сетка рабица в бампере и накладка внизу. Третьего ряда сидений нет вовсе, а второй сдвинут на 12 сантиметров назад. В базовой комплектации тут будет трехместный диван с электрическими регулировками боковых секций, а за доплату ставят полностью раздельные кресла с консолью посередине, в которую прячутся складные столики и подлокотник. От обычного Mercedes с индексом 580 взят 4-х литровый B-Turbo Motor V8. Он форсирован на 69 лошадиных сил и дополнен стартер-генератором, который работает от 48-вольтовой сети. Еще одно отличие — специальный режим Maybach. Он позволяет сменить настройки силового агрегата и ходовой части так, чтобы пассажиры машины чувствовали себя наиболее комфортно. В России официально представлена Hyundai Sonata 8-го поколения. Седан переехал на новую платформу с увеличенной колесной базой и более низкими капотом и крышей. На выбор предложены два атмосферных мотора. Коробка передач, как и прежде, шестиступенчатый автомат. Новая восьмидиапазонная трансмиссия российской Sonata не положена. Восьмиступенчатая коробка, да, есть, но она несколько дороже. И мы считаем, что на данном этапе ее установка нецелесообразна. Мы, возможно, к этому вернемся. В список оснащения новой Sonata входят светодиодные фары проекционного типа, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, панорамная крыша и масса других опций. Отделка салона — тканевая или кожаная. Заказать новую Sonata можно как у дилера, так и на официальном сайте Hyundai, где доступна особая версия онлайн. Правда, пока седан можно приобрести лишь с топовым мотором, а двухлитровая модификация выйдет в начале следующего года. Субтитры создавал DimaTorzok